К нашему эфиру присоединяется Сергей Жирнов, бывший советский офицер КГБ, журналист, специалист по международным отношениям, писатель. Сергей, здравствуйте. Рады вас видеть. Добрый вечер, коллеги. Очень рад и привет всем нашим зрителям. Непонятно перемещение Алексея Навального, которого нашли в исправительной колонии номер 3. Это находится очень далеко на Ямале. Поселок Харп, как многие говорят, добраться туда даже прямым сообщением, а наземным транспортом невозможно. Нужно перелетать, переплывать для того, чтобы... Ну, короче говоря, Алькарас, да, только по-российски. С чем связано такое перемещение лидера РБК, как вы думаете? И вот почему они запроторили его аж туда? Да, ведь я так понимаю, что даже свидание теперь с ним будет сделать крайне сложно. Ну, вы сказали непонятным перемещением. Мне как раз здесь было понятно с самого начала это перемещение, потому что это как раз шито все белыми нитками. Если вы посмотрите всю историю взаимоотношения Путина с Навальным, Путин воспринимает Навального как самого главного оппозиционера политического. Кстати, Путин и сделал из Навального главного оппозиционера именно тем, что он его регулярно посаживал. И если вы посмотрите всю историю, то накануне любого, любых президентских выборов в декабре месяце Навальный оказывался в тюрьме. Просто в начале своей карьеры он оказывался по каким-то административным делам. Его посаживали там на 15 суток, потом еще раз на 15 суток. Так и все это делалось ровно на тот период, когда Навальный должен был подавать документы для, так сказать, кандидатуры в президенты Российской Федерации. Как только эта процедура заканчивалась, как только этот срок выходил, по-моему, по закону он где-то до конца декабря, то Навального выпускали. Кстати, вместе с Навальным точно так же Путин сажал Лимонова и сажал, я не знаю, Удальцова, каких-то оппозиционеров, которые могли претендовать на эту замечательную роль его оппозиционеров в президентской гонке. И у Навального все абсолютно прозрачно, абсолютно белыми нитками, потому что 7 декабря Навальный организовал первую акцию, огромную с помощью своих сторонников, будучи даже в тюрьме. И, кстати, я вам всегда говорил в наших интервью, особенно Алексею, с которым мы регулярно делаем интервью, что Навальный даже в тюрьме остается самым главным политическим оппонентом Путина. Точно так же, как Пригожин даже мертвый все равно остается тенью отца Гамлета и будет Путину, значит, на мозги капать до конца его жизни. Вот Навальный 7 декабря организовал большую-большую акцию, где развесили бильборды, где развесили какие-то листовки по всей России. И Путин, кстати, в ответ на это дело сделал две вещи. Первое, сделал так, что исчез Навальный. И второе, это он 8 декабря объявил о том, что он идет на выборы, не стал дожидаться прямой линии, как это было запланировано у Кириенко, значит, по плану, так сказать. У Путина опять все пошло не по плану, но Навальный исчез. И я, кстати, вот начиная с 8 декабря вам говорил, что Навальный появится, как только закончится срок подачи заявок в качестве кандидатов на выборы. Вы можете мне возразить и спросить, ну, Навальный же осужден, у него, в принципе, нет права участвовать в президентских выборах, потому что уголовный срок поражает в политических правах, и Навальный поражен в политических правах. Он не может быть кандидатом. И это правильно. Действительно, это формально юридическая такая вещь есть. Но это не мешает Навальному подать документы. То есть на этой подаче документов тогда ЦИК должен будет ему отказать и сказать, что вот поскольку у вас есть непогашенная судимость, вы не можете быть кандидатом. А Навальный тогда может подать апелляцию в Верховный суд. И получается такая, значит, юридическая катавасия, которая будет длиться несколько недель. И во время этой катавасии Навальный все равно становится, так сказать, публичной фигурой, которая в публичном пространстве для Путина создает огромное количество проблем. Вот чтобы всего этого не состоялось, Навального просто закрыли. Его пустили по пересылкам, его пустили, значит, неизвестно куда. В нарушении, кстати, всех уголовно-процессуального кодекса и всех уложений в СИН и так далее. Потому что когда Песков, кстати, врал перед камерами, ну, ему платят за плату за то, что он врал. И он говорил, что Российская Федерация, там Кремль не отслеживает каждого заключенного, что на самом деле абсолютная ерунда. В наше время все компьютеризировано. И любой заключенный в СИН всегда может сказать, где находится заключенный в определенный момент времени. То есть Навального просто убирали сначала с глаз божьих, чтобы он, не дай бог, не повторил какую-то акцию раз. И самое главное, не подал документы. Вот то, что сделал Гиркин, кстати, из СИЗО Лефортова, да, потому что Гиркин тоже сидит в СИЗО Лефортова. Но у него, кстати, есть гораздо больше прав в этом смысле по сравнению с Навальным. Потому что Гиркин еще не осужден. То есть действует презумпция невиновности. Он невиновный гражданин. Он находится еще под следствием. Да, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Но, тем не менее, он не поражен в политических правах. Он абсолютно может легально подавать все эти документы. Другое дело, что ему мешают, там, вот, там, нотариус какой-то не появляется на заседаниях его инициативной группы и так далее. И плюс Навального, как вы правильно сказали, его загнали туда, куда Мазай не гонял, кого там не гонял. Я уже не помню. Зайцев по поговорке. За полярный круг. И это не просто очень далеко. Это, может быть, единственная колония в Российской Федерации, которая не оснащена интернетом постоянным, где нет системы, там, зоны, там, чего-то там, ру, и где нет связи. Даже туда письма, по-моему, не доходят. Там тоже как-то очень-очень сложно получать письма. То есть, на самом деле, сделали все, чтобы его изолировать от общества, но под воздействием мирового сообщества, потому что весь мир начал задавать вопросы. И вот мне позвонили канадцы, там, буквально, там, на третий день исчезновения, значит, Навального. После них звонили японцы, после них звонили швейцарцы, после них звонили бельгийцы, потом французы. И, в общем, весь мир задавал вопросы, это только лично мне. А потом вы смотрели всю международную прессу, где New York Times, Washington Post, я не знаю, там, Wall Street Journal писали, где Навальный, куда исчезли Навальный, убили его, не убили и так далее. И, в общем, вот под этим давлением публичным, возможно, было какое-то еще и не публичное, возможно, какие-то министерства иностранных дел делали запросы напрямую, значит, либо Российской Федерации, либо даже международной организации типа ООН, куда исчез Навальный. И Путину пришлось все-таки его легализовывать и сказать вот через три недели, что Навальный нашелся, что он находится в ИК-3, значит, вот за Полярным кругом. Но что это специфическая колония, в которой содержится очень специфический контингент, и куда добраться, ну, только белым медведям можно. Сергей, как вы думаете, все эти международные организации, они с таким рвением только ищут Навального или пытаются его все-таки освободить? Потому что складывается впечатление, что Путин поставил задачу о медленном убийстве Алексея Навального. Он не выходит из ШИЗО, а теперь уже дело дошло до ИК-3 этой, которую правозащитники называют самой жестокой тюрьмой на территории Российской Федерации. Да, я считаю, что Путин, конечно, его уморяет. Кстати, на самом деле это касается не только Навального. То есть вот Российская Федерация всегда говорит, что она ввела мораторий на смертную казнь, что я вот лично всегда критиковал. Я говорил, что на самом деле смертная казнь в российской тюрьме существует. Просто достаточно человека поместить в эти условия. И понятно, что он там подхватит либо СПИД, либо туберкулез, либо вот как Навальный там может лишиться здоровья. Но в этом смысле Навальный не дает Путину, кстати, карты, потому что у него получается какая-то очень сильная резистентность. И он там не очень сильно болеет. Он, в общем, пока что вполне себе прилично себя чувствует, несмотря на все эти абсолютно зверские условия. Да, но Путин его не может просто убить. Потому что если он убьет Навального, то Навальный станет мартиром. То есть Навальный станет святым. То есть даже в глазах русской православной церкви. Потому что человека, которого преследуют и который, тем не менее, значит, не ломается, не идет на сделку с правосудием, не поддается на это преследование. Такого человека, кстати, его очень сильно уважают в уголовном мире. Потому что таких людей, ну, в общем, по пальцам пересчитать. И в этом смысле, и плюс Навальный очень известный человек, потому что понятно, что Путин его травил уже тогда вот в Омске-Томске, когда это было там в 20-м году, по-моему, да. И потом Навальный, когда вернулся в Российскую Федерацию, он, в общем, вернулся как Христос, который шел на Голгофу. Потому что он знал, что его ждет. Его отговаривали, кстати, все друзья, там, семья отговаривали. Потому что говорили, ну, оставайся в Германии. Его принимали, кстати, за границей на очень высоком уровне практически все действующие политики. То есть, на самом деле, он мог получить потенциально статус Тихановской, например, да. То есть, такого, ну, потенциального, как бы, президента в изгнании или самого главного оппозиционера в изгнании. Но Навальный как раз именно как политический деятель сказал, что мне такого не надо. Я должен вернуться в свою страну. И только из своей страны я буду заниматься политикой. Но он надеялся, на самом деле, мне кажется, что его известность, его все-таки охранит. И что Путин не решится делать то, что он потом сделал. Но Путин его тут же арестовал прямо в Шереметьево. И из Шереметьева Навальный пошел куда-то там по этапу. И дальше его осудили. Потом второй раз, потом третий раз и так далее. И в итоге у него набралось уже 19 лет заключения суммарно по всем делам. Но, если вы заметили, ни одно из этих дел не является политическим. То есть Путин не признает статус Навального как политического, значит, заключенного. И на самом деле ни у кого, ни за кем Путин не признает статуса политического заключенного. Всегда всем вменяются какие-то бытовые статьи. То есть либо какая-то коммерция плохая, значит, либо какие-то грязные статьи. Ну, вот я не знаю, там Трепашкину подкинули патроны, значит, и он пять лет отсидел за незаконное хранение оружия, потому что этого достаточно в Российской Федерации. То есть в этом смысле Путин на самом деле ни за кем не признает право быть оппозиционером. Даже за Пригожиным. Потому что вот все говорят, Путин такой диктатор. Но если бы Путин был бы Сталином, то Путин бы организовал Пригожину посадку, значит, публичные процессы. И дальше там казнь какую-нибудь там повесил бы его или расстрелял бы, как Сталин бы. Путин этого ничего не сделал. Путин Пригожина взорвал, потому что именно потому, что он не может признать даже таким человеком, как Пригожиным, политическое какое-то лицо. И вот Навальный в этом смысле, конечно, является абсолютным флагом, такой вот самой яркой фигурой. Практически при жизни он стал уже мортиром, он стал уже полусвятым, который, значит, преследуется больше десяти лет Путином. Сергей, ну, получается, Путин боится не только Навального, но и абсолютно всех. Екатерина Дунцова, это депутат муниципальная из Ржева, тоже не допустили ее к сбору голосов. Не идет в этом году Зюганов, идет вместо него Харитонов, более такой ноунейм коммунист, скажем так. Так, Явлинский не идет, хотя все время он был такой какой-то либеральной прокладкой, мол, вот смотрите, мы как бы за мир. Но зарегистрировали, например, экс-депутата Госдумы от Союза правых сил Бориса Надеждина. Вот, цитирую его. Он, значит, перекрестился и сказал, ну, в добрый путь. В каком смысле здесь имеется в виду в добрый путь? Он боится, что его просто ликвидируют после того, как он отработает? Или почему Путин не регистрирует никого, а дал его зарегистрировать такого человека? Это будет для российского общества, по мнению Кремля, выглядеть реалистично? Почему такой сценарий? Ну, залезть в голову Путина, я давно отвечаю на все эти вопросы. Может, только хороший психиатр, а лучше даже консилиум, человек из 20, из всех стран мира. И тогда только мы поймем, что у него все происходит в голове, потому что он, в общем, давно-давно уже поехал. Он улетел куда-то в космос, у него своя собственная система координат. Вот, он, конечно, боится сейчас всех. И особенно он боится свежих фигур. То есть он боится людей типа Гиркина даже, того же самого, да, потому что вот ему тоже не дают возможности там организоваться. Дунцова, потому что у нее сразу резко пошел вверх рейтинг, потому что это новый человек, плюс она женщина, плюс она, в общем, мать троих детей. То есть она, на самом деле, такая вот героиня абсолютно российская. И несмотря на то, что у нее, конечно, есть родовые пятна, потому что она тоже со своими СМИ там поддерживала и аннексию Крыма там, и чего только она не поддерживала. Но, тем не менее, понятно, что это абсолютно новый человек. Вот, зарегистрировали всех тех, кто приелся, и у кого нет абсолютно никаких возможностей по-настоящему противостоять Путину. Хотя Борис Надеждин, кстати, вот я почитал его программу, и на самом деле она у него такая боевая программа. Я вообще-то удивился, что его зарегистрировали, потому что у него такая против войны, все черным по белому. То есть она у него такая, вот я под его программой мог подписаться. Но Надеждина, по-моему, зарегистрировали еще и потому, что все-таки за ним стоят какие-то либеральные круги, которые находятся вокруг Путина. Типа Боря Титова, моего приятеля по МГИМО, миллиардера, и который является там омбудсменом в бизнесе. И каких-то людей, которые с Путиным когда-то начинали чего-то там, типа там Кудрина и так далее. И поэтому вот Борис Надеждин, по-моему, его вот в качестве такого, ну, святой коровы, зная, что, в принципе, он не наберет ничего значимого. Ну, Слуцкий из ЛДПР вообще ничего из себя не представляет, вот так что в этом смысле ничего не грозит Путину. Харитонов, который старше Путина, выглядит старше Путина, и в первом же интервью сказал, что Путин вообще замечательный президент. И когда его спросили, а чем вы лучше Путина, он, значит, замялся и не нашелся ничего ответить. Поэтому, ну, такого кандидата, ну, грех не завербовать, хотел сказать. Ну, вот, потому что они, конечно, все завербованы. То есть, на самом деле, Путин допустил всех тех, кто является, так сказать, официальной какой-то оппозицией. А вот новые имена для него, конечно, очень сильно представляют сильную опасность. И я всегда напоминаю, что 23-24 июня, на самом деле, нулевой цикл президентских выборов провел Евгений Пригожин. И доказал, что у Путина нет ни одного человека, который выйдет за него, значит, защищать его на улицу, против танков, против автоматов Калашникова. И ни один из миллионов членов партии, так называемой партии власти Единая Россия, не вышел его защищать, включая Медведева, который сбежал в Оман. Я процитирую вас же, Сергей, в июне 2023-го Пригожин провел первые в истории Российской Федерации честные праймерис. Возможно, они были и последние. То есть, действительно, народ показал, за кого бы он проголосовал и за кем бы он пошел. Ну что ж, спасибо вам за этот интересный разговор. Нашим зрителям я могу только рекомендовать подписаться на ваш YouTube-канал и смотреть нашу с вами совместную программу, о которой вы упомянули «Тайны с Жирновым» на YouTube-канале «Униан». Сергей Жирнов, писатель, бывший советский офицер КГБ, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо вам за это. Спасибо.